Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря заседание Европейского Центрального Банка в 13.15 по GMT. Далее в 13.30 по GMT данные по рынку труда США, первичные заявки на пособия по безработице и еще одна маленькая репетиция или подготовка перед выходом официальных данных Non-Farm Perils, которые мы ожидаем уже завтра. В 13.45 состоится пресс-конференция главы Европейского Центрального Банка Кристин Лагард. Вот это вот событие может оказать очень серьезное влияние на евро, потому что с процентными ставками на текущем этапе все понятно, они корректироваться и меняться не будут. Но прогнозы ЕЦБ, касающиеся экономического роста, изменения инфляции и, может быть, планов, связанных с корректировкой процентной ставки на последующих заседаниях, Вот это, конечно же, потенциально серьезное топливо для движения евро. И я очень рассчитываю на то, что сегодня все-таки риторика Лагард будет чуть более мягкой, чем ожидают эксперты. И, соответственно, мягкая риторика может вернуть на рынок продавцов. В 15.00 по GMT состоится второй день выступления Паула. Вы знаете, довольно странно, но вчера Паул, по сути, не коснулся темы, связанной с ключевой процентной ставкой. И никак не попробовал прояснить перспективы американской денежно-кредитной политики. Ну, надеюсь, то, что сегодня он будет более конкретен в тех заявлениях, которые интересуют нас, трейдеров. Потому что только лишь акцент на изменения американской монетарной политики приводит в движение доллар и, соответственно, оказывает еще большее влияние на прочие финансовые инструменты. И под закрытие торговой сессии, можно даже сказать, в переходе с четверга на пятницу в 23.30 по GMT, будем анализировать данные по уровню заработных плат в Японии и показатели ВП по Японии за четвертый квартал. Я напоминаю то, что японская экономика оказалась в рецессии и, скорее всего, этот отчет подтвердит, что это так. А вот динамика по изменению заработных плат может иметь большее влияние на рынок, потому что это акцент на изменение инфляции, а инфляция, в свою очередь, полностью диктует правила и условия действий для японского регулятора. Давайте теперь подробнее. Индекс доллара 103.18. Локальное снижение продолжается, но есть еще козыри у нас в запасе. Опять же, это сегодняшнее выступление Павла и данные по Non-Farm Perils, которые мы ожидаем завтра. Что у нас по статистике DP? Фактически показатель новых рабочих мест в прошлый месяц составил 140 тысяч. Это лучше, чем прошлая оценка, 111 тысяч, но чуть хуже прогноза. 140 тысяч – это нормальный показатель. Нельзя сказать, что сектор динамично растет, но уж точно нельзя сказать, что на нем зафиксирован хаспад. Павл во время своего выступления перед Конгрессом дал понять, что экономика сохраняет устойчивые темпы восстановления. Скорее всего, этот рост, как он отметил, продолжится. Риски рецессии прям минимальные, и экономику ждет мягкая посадка. Но, опять же, как я уже отметил, никаких тезисных комментариев, связанных с тем, что будет дальше с инфляцией, и как будет регулятор реагировать на изменение инфляционного показателя. То, что риторика Паула не смогла оказать какое-то серьезное влияние на рыночное, долгосрочное позиционирование по тому, что будет делать Федрезерв, это явно доказывает еще инструмент FedWatch Tool, потому что вот сейчас, по прошествии на прошлого дня, мы можем сказать, что вероятность снижения ставки в июне, она практически осталась на том же уровне, что до выхода данных по EDP и до выступления Паула в Конгрессе. Это 54-55%. Видимо, нужны дополнительные триггеры. Я рассчитываю на то, что эти триггеры будут эффективно использованы, прежде всего, покупателями доллара. Это второй день выступления Паула в Конгрессе, и, возможно, сегодня ему придется коснуться вот этих важных для всех тем. И потенциальный релиз, сильный отчет по Non-Farm Perls, который еще впереди. Золото – это 1158 долларов за тройскую умсу. Это новые исторические максимумы. Сейчас этот рост еще опирается на снижение курса американского доллара и локальную коллекцию доходности американских облигаций. Но они все еще держатся выше уровня 4.12. Это речь идет о 10-летних облигациях. Сантимент 20-80%. 80% трейдеров в продажах, и мы знаем, как на таком распределении рынок может неплохо ролировать. В данном случае идти против толпы. И этот путь сейчас новые уже исторические максимумы и потенциальное движение в районе 2200 долларов за тройскую умсу. Пока такой сантимент сохраняется, конечно же, у золота есть очень много оснований для того, чтобы продолжить развитие восходящей динамики. Поэтому те из вас, кто остаются в длинных позициях, поверьте, профит может быть еще более значительным. Но учитывая то, что речь идет об исторических максимумах, велика вероятность коррекции, довольно резкой. Здесь вам просто нужно решить, хотите ли вы получить сверхприбыль, либо и работаете вот с этими значительными рисками. Либо уже можно фиксировать результаты тех сделок, которые удалось провести и смотреть на другие инструменты. Евро против доллара 1,09. По итогам вчерашнего дня стоит отметить два прогноза. Первый от Института экономических исследований АИФО. В частности, в этом году темпы роста экономики еврозоны могут снизиться с 0,7% до 0,2%. То есть существенное ухудшение прогноза. Киевский институт также понизил прогноз роста еврозоны с 0,9% до 0,1%. И такие прогнозы немного страшно звучат, потому что они прям очень близко граничат к уровню рецессии. Сегодня ждем выступления Лагарда. Опять же, я не просто так сделал такую подводку с учетом ухудшения экономических условий. Я надеюсь, что Лагард признает это и намекнет на возможность более раннего смягчения экономической политики. Тем более, чтобы у нас были свидетельства устойчивого снижения инфляционного давления. В доллар-канаде с 1,3506 вчера состоялось заседание Банка Канады. Ставку оставили, как ожидалось, на прежнем уровне 5%. Но во время пресс-конференции главы Банка Канады Маклима мы не получили свидетельств того, что Банк Канады вскоре начнет смягчать экономическую политику. Более того, Маклим отметил, что решение по тому, чтобы оставить ее на уровне 5% было единогласно. И на ближайших заседаниях канадский регулятор не будет поднимать вопрос о снижении ключевой процентной ставки. По этой причине делаем вывод, что в текущих условиях продавцам канадцев будет трудно сохранить свои устойчивые позиции. И я предлагаю уже зафиксировать результат, который есть, и посмотреть на другие инструменты. Доллар-иена 148,52. Сегодня ждем отчет по зарплатам и темпам экономического роста. Напомню, что несмотря на спекуляции рынка о том, что Банк Японии может вскоре начать ужесточать монетарную политику, в прошлую пятницу глава Банка Японии Уэда дал понять, что не верит в устойчивый рост инфляционного давления, в то, что показатели инфляции стабилизируются вблизи 2%. Сегодняшняя статистика может прояснить перспективы японской монетарной политики, уточнить будущие действия. Но я пока удерживаю длинные позиции. Биткоин 66 тысяч, BlackRock, крупнейший биткоин ETF фонд, привлек еще 1,5 миллиарда долларов. Понятно, в таком хайпе и устойчивом росте это еще не предел. Поэтому ждем возвращения главной криптовалюты в район 70 тысяч. Американский фондовый рынок S&P 500 5100 пунктов. Здесь следом за рядом других инструментов, которые стремятся к историческим максимумам. С&P 500, я думаю, что пойдет следом, тем более, что условия для этого есть. И рынок нефти пока без изменений. Я жду снижения. Вчерашний отчет по запасам от администрации энергетической информации. Запасы снова выросли на 1,3 миллиона баррелей. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...